Всем привет! Меня зовут Артон Авантюрист и в этом видео я хочу рассказать о чем моя новая видеопередача. Назвал я ее очень просто, буквально три словами, называется она «Любовь на всю жизнь». То бишь, это идеальный конечный результат. Соответственно, как вы можете понять из названия, видеопередача будет про взаимоотношения, то есть между мужчиной и женщиной. Но не стоит воспринимать это название как «Любовь на всю жизнь», как какие-то розовые очки, через которые можно смотреть на это название и понимать, что все очень просто. На самом деле нет, все не так просто. И в этой видеопередаче я хочу рассказать о том, соответственно, как можно создать с человеком такие взаимоотношения, которые будут длиться 10, 20, 30 лет. Ну, в идеале, конечно, всю жизнь. И чтобы в этих взаимоотношениях было все, то есть не так, как у среднестатистических людей, то есть бытовуха, постоянные ссоры. В общем, очень много разных косяков. И сами по статистике знаете, что большинство браков в той же России 80% или больше они распадаются. И все очень плохо. А мне уже интересно найти людей, у которых есть взаимоотношения. То есть они находятся в них очень-очень долго, по 10 лет, 5-10 лет и даже больше. И у них все идеально. То есть они гармонично сходятся друг с другом. То есть у них есть много общих интересов. Им есть о чем поговорить. У них в отношениях все замечательно. И плюс ко всему у них также хороший секс, так как это тоже немаловажная часть взаимоотношений. То есть на тему секса у меня как бы тоже будут особые выпуски. И, ну, я думаю, вы поняли саму суть. То есть как я пришел к этой сути? И, пожалуй, буквально в двух словах. В 19 лет я начал менять свою жизнь. И в 19 или в 20 лет я встретил как раз буквально первую девушку, с которой у меня были серьезные отношения. То есть у меня были тогда разумные очки. Я думал, что вот она, эта та самая девушка, с которой у меня получится построить отношения на всю жизнь. Но прошел год, и мы с ней расстались. Потом я думал, почему так произошло. И понял то, что на самом деле было множество ошибок как с моей стороны, так и с ее стороны. И если их убрать, то взаимоотношения могли бы стать лучше. То есть именно об этом я хочу рассказать в этой своей видеопередаче. То есть о том, как избежать ошибок во взаимоотношениях. И как, собственно, берем мое название. Как сделать взаимоотношения, которые... Любовь на всю жизнь. Вот, идеальный конечный результат. То есть, соответственно, я сам в этой теме очень мало разбираюсь. Поэтому я не буду снимать сам видео. Я буду приглашать экспертов, которые уже хорошо разбираются в этой теме. Буду проводить с ними интервью, записывать их и делиться этими интервью с вами. Вот и все. Ну, я думаю, на этом суть моего видеоканала понятна. Если вам понравилось это видео, если вы считаете, что тема взаимоотношений, то есть для тебя читатель, точнее для тебя зритель важна и интересна тема взаимоотношений и секса, то ставь этому видео палец вверх и пиши свои комментарии, потому что ты думаешь по этому поводу. Вот, на этом все. Это был Антон Авантюрист. Увидимся в следующих выпусках. Итак, немного подумав и поразмыслив над тем, почему я торможу и долго не выпускаю свет в свою видеопередачу касаемо того, что я обозначил ранее, я пришел к выводу, что нужно немножко изменить подход. То есть на самом деле меня не все удовлетворяло, и я считал, что чего-то мне не хватает. А теперь, то есть, ну, я долго думал над тем, чего же именно не будет хватать этой видеопередачи, и наконец-таки нашел ответ. Но для начала нужно, то есть и цели как таковой передачи тоже особо-то и не было. Вот, а поразмыслив над этими вещами, я как раз-таки определил и поставил для себя цель. Цель, она получается, есть двойная. То есть первая цель, это, разумеется, сделать больше счастливых людей и семей. То есть именно через обучение, как строить и выстраивать отношения и взаимоотношения, то есть и через обучение сексу. Так как эти две вещи неразрывно связаны, и по отдельности их воспринимать практически нельзя, и лучше, ну и невозможно, в общем, вот. И цель номер два, это стать образовательным ресурсом на тему именно взаимоотношений и секса номер один в России. То есть, как я считаю, то есть, во-первых, в головах у людей есть большой засер, если уж так по-русски-то говорить, много дерьма в головах и много невежества. Вот, а людей, которые этому учат, в основном их можно пересчитать, ну, грубо говоря, по пальцам. Ну, думаю, двух рук. Вот. На самом деле люди пишут книги, снимают какие-то, ну, семинары, проводят тренинги и так далее, но людей очень и очень мало, которые всем этим занимаются. Вот. На самом деле я решил применить тройной подход. Именно, да, тройной подход, и вот чего именно как раз-таки мне и не хватало. Первый элемент, составляющий этого подхода, то есть, у нас будет три кита на самом деле. Первый кит – это отношения и взаимоотношения. То есть, почему эта тема важна? То есть, опять же, возьмем статистику, даже банальную, разводов по России. В 1992 году она составляла 60%. В 2000 году уже 69%. На 2007 год из 100 зарегистрированных браков развалилось 54%. То есть, больше половины. Хотя, мне кажется, что даже и цифра несколько занижена. Вот. Дальше я поясню примеры какие-то из собственного, допустим, жизненного опыта и из того, что наблюдается мной вокруг уже несколько лет. Вот. Еще ребенок на улице орет, ну да ладно. Вот. И еще одна вещь, которая мне, в принципе, интересна. Мухтар Гусингаджиев есть такой человек. И, кстати, еще один. Второй человек, я его уже не помню, они сказали такую интересную вещь. То есть, ну, один из них сказал, то есть, я бы вообще запретил заводить людям детей до 30 лет. Потому что это глупо, когда дети рожают детей. То есть, почему была фраза эта сказана? Потому что, на самом деле, до 30 лет у человека крайне низкий, отсутствует жизненный опыт. И, ну, люди, допустим, в 18-20 лет встречаются, он рожает детей, и опыта жизненного нет. Конечно, получается полная задница. И потом все отношения разваливаются, и семья разваливается, и так далее. Вот это касаемо того, почему важны именно отношения. То есть, ну, и, кстати, на собственном примере, что могу сказать, касаемо, допустим, той же бывшей девушки, с которой именно был год отношений, потом мы расстались. Когда мы расстались, я на листочке стал выписывать именно причины. То есть, какие косяки были с моей стороны. То есть, я нашел, ну, один из косяков, который будет такой самый значимый, это то, что на самом деле не было взаимопонимания именно в том, как два человека выражают, ну, банально, если сказать, как два человека выражают любовь друг к другу. То есть, на эту книгу, на эту тему написана одна замечательная книга, я про нее в следующих выпусках уже буду рассказывать подробнее, чтобы сейчас не останавливаться и не засорять эфир, так сказать. Вот. И вторая вещь тоже касаемо отношений, тоже из своего жизненного опыта, это касаемо того, что когда начались мои отношения с первой девушкой, которая уже является бывшей, то есть, как я сказал, год отношений у нас были, то есть, если брать вопрос секса, то у нее уже опыт какой-то в этом был. То есть, касаемо меня, у меня в то время опыта никакого не было, но мне было интересно читать книги развивающие, разумеется, вступив в эти отношения, я стал читать книги и по сексу тоже. То есть, и прочитав две-три книги, потом, когда у нас этот секс состоялся неоднократно, то есть, она не могла поверить, грубо говоря, то, что до этого у меня никогда ничего ни с кем не было. То есть, так что, это к вопросу о том, что даже книги могут внести какой-то вклад и сделать отношения лучше, не говоря уже о том, ну, об остальном мы поговорим далее. Вот, второй кит, вторая составляющая успешных взаимоотношений, это, разумеется, секс, без которого никуда нельзя. И вот именно по этому пункту у меня есть огромная куча жизненных, опять же таки, примеров. Вот, первый я уже сказал насчет бывшей девушки, которая не поверила в то, что у меня ничего не было, после того, как я прочитал несколько книг и сделал то, что там предполагалось сделать. Второй очень наглядный пример, который показывает, как дела обстоят в действительности, это есть один голландский сексолог, вот, довольно знаменитый, то есть, он в Голландии, в России и в Германии, в других странах проводит разные семинары, собирает кучу людей, иногда 500 человек, иногда меньше, иногда больше, вот, и говорит, приводит постоянно везде такой пример, то есть, говорит, вот, я собираю зал людей огромный, то есть, там есть и мужчины, и женщины, и сначала он просит, ну, опрашивает мужиков, типа, ну, мужики, скажите, поднимите руку, кто из вас себя считает крутым любовником в этой жизни? Вот, разумеется, руки в большинстве, ну, практически на всех его семинарах, просто лес рук, практически все мужики поднимали таки руку, вот, вот, и потом был второй такой коварный вопрос, он был адресован уже женщинам, сидящим в зале, вот, он просил девушек также поднять руку и на пальцах показать, сколько в их жизни было по-настоящему крутых и классных любовников, которые полностью их удовлетворяли. Так вот, независимо от города, независимо от зала и независимо от страны, как, ну, этот сексолог рассказывает, то есть, практически всегда, никогда никакая девушка не поднимала, то есть, не показывала больше трех пальцев. Основной это был один-два пальца. Вот он, пример жизненный и наглядный. Пример следующий. Как я уже говорил, люди ни черта не знают ни о взаимоотношениях, ни о сексе, потому что говорят об этом мало, считают извращением и, ну, дальше тоже. Это отдельная тема, я дальше акцент на ней поставлю. Следующий пример, это 2014, кажется, год, либо 2013, осень. Ну, по-моему, 2014, в общем, не суть. То есть, был у меня такой опыт, в котором я уже писал в блогах, ну, в блоге в своем и в своих книгах, когда я ездил автостопом. Так вот, был один такой случай, когда, если брать территориально, из Новосибирска мне нужно было в Омск доехать. Так вот, поймал я попутку где-то практически на выезде из Новосибирска. Вот, там была какая-то легковая машина, уже не помню. То есть, ну, интересный мужик, с которым мы сразу разговаривались, и он много чего рассказывал. Так вот, одна вещь меня просто, ну, зацепила. Я про нее в блог сразу же написал, как только смог дотянуться до компьютера, вот. Вещь такая. То есть, однажды этот мужик, ну, он рассказывал опыт свой более ранний. Говорит, когда-то я работал, типа, ну, таксовал, подвозил там людей всяких разных, и вот. А в один из дней к нему в машину села девушка. Ну, молодая такая. Вот, и ее нужно было отвезти до дома. Так вот, он ее отвез до дома, и она начала к нему так немножко, по-честному, если приставать. То есть, говорит, пойдем ко мне зайдем, у меня мужа дома нет, и все дела. Ну, разумеется, наш мужик, что, терять такой случай, он поднялся к ней. Они зашли там в квартиру, и, разумеется, у них там был секс, и все дела. То есть, и дальше, вот на чем акцент я хочу сделать. То есть, после... И, разумеется, ну, я не буду сейчас говорить, какими словами это все было описано. У меня блог без цензуры, вы прочитайте там, если вам будет интересно. Так вот, после того, как у них был секс, и секс оральный в том числе, так вот, эта самая девушка, то есть, ему говорит. Опять же, не буду говорить, как это было на самом деле, переведу немного другими словами. То есть, она говорит, вот я, говорит, ну, люблю это дело, люблю оральный секс, но с мужем этим не занимаюсь, потому что вдруг он меня за шлюху посчитает. Вот, ну, и мужик ей отвечает такой, ну, так я тебя что, за шлюху не посчитаешь, что ли, в этом случае? Ну, и на что она ему ответила, эта девочка, вот. Она говорит, так тебя-то я завтра больше не увижу, а с мужчиной моим мне жить дальше, всю жизнь строить отношения. Вот он, собственно, этот пример. Тогда еще в той же машине, когда я сидел, был вечер, мы ехали, он мне это рассказывает, я думаю, какой, что за бред вообще, людям вбили в голову, откуда все это взялось? То есть, на самом деле, мужик тот, который муж этой женщины, девушки, думал, он тоже недополучает много чего от секса, тоже молчит об этом, ну, и то же самое может думать, типа, как так, если я там попрошу девушку об этом или захочу этого, то, ну, только же шлюхи этим занимаются, это же бред, нет, поэтому мы этим заниматься не будем, будем молчать и будем искать удовольствие на стороне, как эта девочка и сделала. Вот, следующий пример. Я, например, общался с одной знакомой недавно, ну, по переписке, но не важно. В общем, она таки рассказывала про своего бывшего мужа, с которым ныне уже развелась, то есть, ну, у нее осталась маленькая девочка, которую она одна воспитывает, и вот, она рассказывала про бывшего как раз-таки мужа. То есть, ситуация была такая, то, что бывший муж, ну, она прям так и писала, то, что ее бывший муж с ней сексом не занимался по полтора-два месяца. Сама девочка секс-таки очень даже любила, вот, и из-за этого, то, что этого не было, она заедала все это дело сладким, вот, и за где-то несколько месяцев, то есть, ну, отсутствие секса, получается, заедала сладким всякими тортиками, пирожными и прочим. И за несколько буквально месяцев растолстела на 30 килограммов. То есть, ну, и фотки она мне показывала, это просто жесть. Ну, потом она, разумеется, похудела где-то за полгода, тоже тут отдельная похвала ей, потому что не каждый способен на такое, вот. Но пример, как я уже, как вы поняли, в чем пример заключается, вот. Дальше, пример следующий. Тоже как-то переписывался уже с другой девушкой, и она жаловалась, то, что, ну, типа, говорит, пишет прям так, то, что, говорит, секс меня, ну, перестал удовлетворять, и больше удовольствия я от него не получаю. Кое-какие знания у меня в этом вопросе есть, поэтому первый вопрос, который я ей задал, это был вопрос такой. То есть, скажи, сколько у вас вообще длится этот самый-таки половой акт? Ну, и она сказала, то есть, ну, где-то, говорит, в среднем 3-5-10 минут, не больше. Вот и все. Все понятно, дальше можно, думаю, не объяснять. Комментарий тут излишний. Еще один пример. Буквально недавно, неделю, да какая там неделя, где-то 3-4 дня назад сижу я вечером, делаю свои дела за ноутбуком, и ВКонтакте мне пишет моя подруга. Вот, пишет она, то есть, следующая вещь, это было смешно, конечно, она говорит, типа, говорит, мне срочно нужны материалы, ну, материалы, скинь мне свою статью по минету, которую ты писал. Ну, я такой сначала офигел, спрашиваю, а зачем тебе это надо-то? Да еще и ночью, еще и срочно. Ну, она говорит, вот у меня, говорит, подруга есть рядом, и я хочу убедить ее в том, что, ну, делать это нужно, то бишь, заниматься оральным сексом. Вот, а суть в том, что, ну, подруга мне говорит, то, что ее парень меня попросил об этом, то есть, ну, как бы научить ее, показать и, ну, в принципе, убедить в том, что надо, потому что парень-то хочет, а девочка это не делает, и все. Ну, из-за этого, думаю, тоже много проблем. Еще один пример. Когда-то у меня была мысль такая, то, что, ну, когда стал более-менее прошаренным в вопросе, думаю, что за несправедливость такая, то, что, ну, девушки, они же на самом деле сучки. То есть, потому что, если брать вид оргазма, то есть, мужского и женский, то у мужиков это в основном бывает как? То есть, занимаешься этим делом, потом 2-3 секунды у тебя пик, и, ну, и все. Это все заканчивается. Но нельзя это уже сказать о девушках, которые этот сам оргазм могут испытывать намного дольше, намного ярче, и чуть ли не биться там в конвульсиях, не знаю. Ну, не мне вам рассказывать, блин, как это происходит все у женщин. Так вот, я думал, что за несправедливость такая? Пока тоже не стал более прошаренным. На самом деле, мужикам тоже доступно, доступно, скажем так, как бы это сказать, многократный оргазм несколько раз за один раз. Ну, этому нужно учиться. Но это я в плане саморазвития подчеркнул для себя, копаясь, читая книги. Но, опять же, возьмем, кто в России этому учит? Хоть один институт, либо в школах, либо даже образование какое-то? Нифига подобного. Вот, на этом, пожалуй, с сексом мы закончим. То есть, это только некоторые примеры, я взял которые, ну, из моей только собственной жизни. Ну, я не буду говорить то, что практически все мои знакомые подруги, ну, либо там друзья, они развелись. Большинство из них подавляющее. Причины я только что говорил. Третье, составляющее, потому что я уже долго уделил время сексу, третье это BDSM. На самом деле, вот тот самый компонент, которого не хватало в моей видеопередаче. Тут что хочу сказать. На самом деле, многие, ну, эта тема очень слабо раскручена в России. На Западе она очень давно существует, и там написано десятки и сотни книг, десятки и сотни книг образовательных даже, в том числе, а у нас на русскоязычном пространстве есть две-три жалкие книжонки, и там практически ничего нету. То есть, о психологии ничего нету. Есть, ну, одна книга что-то про инструменты, про всякие, а вторая вообще какая-то непонятная. Вот. У нас это не развито. Во-первых. Во-вторых, люди приняли, ну, в большинстве своем люди считают, что BDSM это какие-то извращения, там, порно, совершенно нечеловеческие вещи и тому подобное. Ну, их тоже можно понять. Так вот, моя цель в моей видеопередаче это показать то, что BDSM также может способствовать улучшению взаимоотношений и секса в том числе. То есть, моя задача в этой передаче показать его совсем с другой стороны. Так, много вещей об этом я говорить не буду. Приведу, допустим, пару примеров, которые я взял с одного из форумов. Потому что на форумах я с людьми общаюсь, и представьте себе мое удивление, когда на одном из BDSM форумов я увидел то, что там не только больные наглые извращенцы сидят, а вполне такие умные, даже мудрые и прошаренные вообще люди. Вот, а первый пример. То есть, вот, одна девушка пишет. Собственно, BDSM отношения сделали возможным занятие спортом. У меня слабое здоровье, я периодически начала заниматься, перегибала палку, становилась плохо, и потом бросала. А когда встретился грамотный верхний, подобрали подходящие упражнения, установили систему жесткого контроля наказаний, как и поощрений в том числе, и вуаля, здоровье улучшилось, занимаюсь практически каждый день. Такие дела. И вторая девушка тоже писала. Вот, мне повезло. У меня хозяин и муж в одном лице. Более того, он первый и единственный. По поводу изменений с момента первого тематического опыта, мне кажется, я стала мягче, спокойнее и увереннее. Наверное, потому что вернулось чужую игру с ответственностью тому, кому он и должен был принадлежать, то бишь мужу. А с тех пор в семье мир и покой, если возникают недоразумения, то тут же одергиваю себя, одергиваю себя. Он хозяин, он прав. И так и в 99% случаев он оказывается действительно прав. А другие мужчины меня и раньше мало интересовали, так что практически ничего не изменилось. Остальные примеры я приводить не буду, потому что там, скажем, много, ну, просто не буду пока приводить и все. То есть, пока два таких самых культурных примера взял, простых для понимания. То есть, вот, на самом деле, я еще что считаю, я по БДСМ несколько статей также писал в свое время, то есть, ну и думаю, буду писать дальше и вполне возможно даже в будущем напишу об этом книгу. Так вот, а если брать именно правильный БДСМ, то есть, не какие-то там тетки, которые с пылетками скачут и хлещут ползающих рабов, мужиков, которые на коленях ползают перед ними и вылизывают им сапоги, это полный тотальный бред и извращение. То есть, на мой взгляд, это и есть извращение. А если брать здоровые вещи, то это как раз-таки БДСМ помогает проявить мужскую и женскую суть именно природную. То есть, мужик, он, ну, по природе своей доминант, добытчик и все дела. То есть, женщина по природе своей же слабая, подчиняется своему мужчине, то есть, ну и далее по списку. То есть, именно БДСМ позволяет это проявить и укрепить. Это мои мысли по этому поводу. Вот, двигаемся дальше. Ну, по БДСМ больше пока ничего не буду говорить. Тут единственное, что хорошо, хотя даже не знаю, как к этому относиться, недавно вышел-таки этот фильм, который очень по-разному люди к нему относятся. Фильм называется «Пятьдесят оттенков серого». На самом деле, даже не знаю, если убрать оттуда все романтические какие-то вещи и оставить именно самый сок, то есть, как именно разнообразить сексуальную жизнь, то это для самых-самых-самых новичков. Потому что то, что показывают в фильме, я за два года до того, как посмотрел фильм, те же самые вещи писал в своих, ну, небольших таких статьях и рассказах. Вот. Двигаемся дальше. Касаемо моей видеопередачи. То есть, так как она только стартовала, выпусков еще нету, это только превью, сначала я решил сделать так. Сначала брать книги по отношениям и по сексу. Именно полезные книги без воды, которые можно взять, применить и сразу получить результат. То есть, я беру книгу одну и делаю на нее видеообзор. То есть, рассказываю, почему ее стоит прочитать и чем она полезна. Вот. То бишь, начинать я буду свою видеопередачу именно с книг. То есть, чтобы получить первые просмотры, первых зрителей. Ну, и немного раскрутиться. Вот. Самый сок же начинается далее. А вот здесь начинается самое интересное. Это приглашенные эксперты. Как раз таки по отношениям, по сексу и по БДСМ. То есть, далее, когда я наберу уже более-менее аудиторию, просмотры будут, несколько выпусков сняты. То есть, я буду приглашать людей, которые профессионалы. То есть, каждый в своей деятельности. То есть, по отношениям, которые могут рассказать конкретно по сексу и по БДСМ. То есть, ну, об этом далее. Сейчас не будем застрять на этом момент. Далее, что стоит особенно сказать. Эта видеопередача изначально позиционирует себя как бесплатная. Сейчас бесплатная. И потом, далее, она будет тоже бесплатна для вас, для зрителей. Абсолютно и полностью бесплатна. Почему? Да потому что зачем платить за информацию? То есть, и, как я сказал, цель у меня такая, чтобы сделать номер один в России образовательный минопродукт по взаимоотношениям и по сексу. Именно в видеоформате, в видеопередачу. И мое желание донести это до как можно большего количества людей. Вот именно поэтому-то она и бесплатная. Еще что хочу сказать на счет таких, допустим, ну, как я сказал, начинаю ее с книг. Перелеснем наш слайдик. Нужно начать с книг мне. Буду начинать делать видеообзоры, потом перейду к экспертам. Так вот, что хочу попросить вас сделать, тех, кто смотрит это видео. То есть, ну, если вам, во-первых, вообще интересна вся эта идея, пишите свои мысли, комментарии. Прямо под этим видео. В Ютубе, допустим, если вы смотрите, пишите комментарии прямо на Ютубе. То есть, пишите, что вы думаете. Пишите, насколько вообще актуальна такая тема. И насколько интересна будет такая видеопередача, допустим, именно для вас и для ваших друзей. Вот, разумеется, ставьте лайки, делайте перепосты, потому что чем быстрее я раскручусь, тем быстрее буду переходить к именно, ну, приглашать к себе живых людей, экспертов и записывать именно живые видеоинтервью. Вот. И еще что хочу, ну, что хочу еще попросить. Это, допустим, если ты, конкретно зритель, читал какую-то интересную книгу по отношениям либо же по БДСМ, либо по сексу. И, допустим, именно практическая книга, то есть без воды, которую ты взял, прочитал, применил и получил конкретный результат, то есть у тебя либо отношения стали лучше, либо секс, либо еще что-то, то пиши о такой книге мне вот, допустим, по этому адресу, который ты сейчас видишь на экране. Это адрес моей страницы ВКонтакте. Можешь прямо туда писать, чтобы мне не искать долго. Ну, у меня, конечно, есть свой список книг, по которым я буду делать первые выпуски. Но я многого сам не знаю и экспертом не являюсь. Поэтому скидывай мне книги, которые ты знаешь по этой теме, полезные. На них я буду делать обзоры. Ну и, разумеется, если знаешь какого-то крутого эксперта в тех трех областях, которые я назвал, то есть отношения, секс либо БДСМ, тоже мне скидывай, пиши прямо в личку, чтобы я для себя это пометил. Разумеется, и люди у меня уже тоже помечены, но я не могу узнать всех. Вот. На этом, пожалуй, все. То есть, еще раз повторю. Пишите мне про книг и про людей, которых вы знаете, кто всем этим занимается и которые реально приносят пользу. И дальше пишите ваши комментарии и распространяйте это видео дальше. Потому что чем быстрее я наберу первых зрителей и первых выпусков, короче, скажем по-другому. Чем быстрее моя видеопередача раскрутится, тем быстрее она будет двигаться дальше в массы и приносить больше людям пользы. Вот. На этом все. С вами был Антоновый Тюрист. Отписывайтесь мне. На этом пока. Отписывайтесь на наш канал.